Мы ожидали, что будет около 200 коллег из самых разных стран мира. И вот в этом смысле ожидания немножко были превзойдены. То есть у нас приехало около 400 коллег, на самом деле 450 почти, с 55 стран мира. Это действительно такой хороший сам по себе результат. Ведь основная идея Конгресса была в том, чтобы взглянуть как-то свежим взглядом, еще раз взглянуть на то, что произошло за 100 лет. С 20 веком, 21 веком, после времени русской революции 1917 года. В этом году 100-летие. Такой важный повод оглянуться назад. Ведь того направления экономической теории, вокруг которого здесь коллеги собрались, это специалисты по сравнительным экономическим исследованиям. В основном это институциональная экономика, но не только. Так вот, само это направление, конечно, оформилось после Второй мировой войны уже. Но основная идея его была в том, чтобы сравнить экономические системы. И экономические системы, как дефиниция, как понятие, появилось в связи с тем, что появился социалистический лагерь. Что появились страны, где централизованная экономика стала доминировать. Ну вот, это доминирование после Второй мировой войны стало особенно заметным. Потому что не только в Советском Союзе это стало явью, а в ряде других стран, в первую очередь, в Восточной Европе. И изучать это, ну вот, стало такой серьезной темой. И когда в 90-х годах социализм, как явление, стал терять государственность, то есть государства стали отказываться от официальной этой идеологии, значит, возникла, конечно, тема, а есть ли место для вот той науки, которая развивалась в 20 веке, сравнительные экономические исследования. И вот мы сейчас говорим о будущем этой науки. Что есть такого, что изучают исследователи, те, кто занимается comparative economics, что может быть значительно более длинную, чем только 20 век. И у нас вот завтра будет такой большой круглый стол, посвященный будущему сравнительных экономических исследований. И вот в этом смысле это очень важный конгресс, потому что он очень знаменательный. На нем мы пытаемся ответить на вопрос, вот что дал 20 век этой науке, и чем наука помогла ответить на вопросы более эффективного развития экономических систем. И какое будущее ждет тому разделу науки, который занимается разными институциональными системами. Об этом конгресс.